Они захватили шесть ядерных блоков, захватили наших людей. Это современное рабство по-русски. Они не отпускают этих специалистов, заставляют, чтобы они меняли свое гражданство, принудительно забирают их детей в заложники и отправляют на территорию России. Какие еще нужны доказательства, они даже не скрывают этого, этой оккупации, терроризма и рабства. С такой эмоциональной речью президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европейского Союза, описывая ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня обсудим перспективы введения санкций против российской энергетической компании «Росатом». А мои собеседники – эксперт по атомной энергетике Михаил Шустер, дипломат Руслан Осипенко и эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Петренко. А для начала разберемся, что за монстр скрывается под вывеской «Росатом» и почему европейцам сложно решиться ввести против него санкции. Чем занимается компания «Росатом»? «Росатом» – это огромный концерн, который объединяет множество разных направлений, так или иначе связанных с атомом. Значит, про военную часть «Росатома» я вообще ничего не знаю, но он ею точно занимается. Из того, что я знаю, он занят всем, что касается атомных станций, начиная от топливного цикла и заканчивая всеми остальными вопросами. В его состав входят все комплектующие производители оборудования для атомных станций и там все, что связано с проектированием, строительством, наладкой, эксплуатацией, выводом эксплуатации атомных станций в России и за рубежом. В свое время они приняли, вот Кириенко был во главе этого идеи, значит, они решили строить по всему миру атомные станции, когда это было не модно, это было удачное решение, я вам скажу, и они решили, что атомная энергетика – это будет тот локомотив, который вытянет за собой промышленность. То есть, имея контракты на строительство атомных блоков, тоже они проинвестировали в это дело, они строили блоки, в том числе в странах, которые не готовы были их сразу оплачивать, они предложили такие условия, которые позволили им запустить вот эту цепочку. Атомный блок – это же уже вершина, за которым там тянется 200 предприятий, как минимум машиностроение вошло в эту цепочку. Это сделана очень большая, действительно мощная корпорация, работоспособная. У нее, конечно же, проблемы есть множество, но в целом это большая организация. Значит, они строят, если я не ошибаюсь, там 34 блока сейчас, из них три в России, остальные все за рубежом. При этом для нас важно то, что это строительство идет в странах по-разному к нам расположенным. Ну, в частности, они там начинали, они с того, что строили там для Ирана, для Индии, для Китая. Вот сейчас у них в портфеле там Венгрия, в том числе, там Турция, Акуи, четыре блока. Вот, и может быть даже больше. То есть, это страны, которые, ну, геополитически по-разному, как бы, в плане того, что объявят санкции, то не все от этого будут в восторге. Потому что, например, та же самая Турция, потеряв возможность построить четыре мощных энергоблока, ну, вряд ли она отнесется к этому с пониманием. Почему Украина стала активно требовать введения санкций против Росатома? Во-первых, атомная отрасль, она эксклюзивная. Ее имеют право не все государства в мире. Это те, которые имеют ядерное оружие и могут, имеют технологию обогащения урана. Вы, когда делаете вставки, вот эти топливные вставки в атомные блоки, вы должны обогащать там уран, делать сборку, эти таблетки там и так далее, и поставлять это топливо. Не всем странам это разрешено. Только ответственным международным игрокам, которые имеют ядерное оружие. Второй момент. На сегодняшний день фактически Россия больше через вот эту отрасль привязывает страны НАТО и Западной Европы, нежели даже через нефть и газ. Если зависимость от нефти и газа в Европе была там от 40 до 46%, то по атомным вот этим блокам по строительству на 75%. Из 23 блоков, которые строятся в Западной Европе и ближайших странах к Западной Европе, таких как Турция, но тоже член НАТО, 13 строятся при прямом или через посредника в компании-посреднике Росатомом. То есть из 23-х 13 строит Россия. А это значит, вы попадаете в страны НАТО и Западной Европы, находятся в полной зависимости от Росатома и их технологий, от их сервисов, от их запчастей, от хранения отработанного ядерного топлива, которое хранится на территории России. И за все это Россиюшка берет деньги. Так вот портфель Росатома, если я не ошибаюсь, на 22-й год составлял, они должны были строить 23 реактора по всему миру, 13 в Европе, как я сказал, и по-моему 200 миллиардов долларов этот портфель составлял. Вот если они по нефти 260 в кубышку несут за год, то Росатом фактически имеет портфель с заказом и потенциально может 200 миллиардов долларов принести в кубышку тоже. Естественно, это фактически вторая промышленность, высокотехнологичная, которая вам приносит, не только приносит прибыли, она привязывает, связывает руки НАТОвским странам, многим странам в Западной Европе. Вы фактически на иголке сидите запчастей и технологий российских, построив у себя атомные станции. Как та же Венгрия, которая построила, строит там, достраивает эти ядерные блоки ПАКШ-станция. В Турции Акуя станция строится, тоже страна НАТО. И та, и та страна НАТО, и Западная Европа. Вот они зависимы полностью от России. Поэтому тут и Путин как раз выполнил задачу, которую хотел реализовать еще и в нефтегазовой отрасли, посадить на иголку полностью Европу, чтобы она не могла сопротивляться. Так вот Европа полностью на атомной иголке, скажем так, сидит российской. Для этого есть очень серьезное основание. Далеко ходить не нужно. Даже можем ЧС уже не вспоминать, поскольку они там ее освободили. Зато, слава богу, все нормально. Хотя там есть расследование по поводу того, что они вывозили определенные реактивы и так далее. Все остальное. Я думаю, что это будет отдельный еще предмет претензий к Российской Федерации. Мы сейчас можем просто взять ТЗС, посмотреть, что там происходит. Но Российская Федерация на ЗАЭС нарушила все возможные конвенции, принципы, правила, существующие в атомной энергетике. Ну, просто. И это делает компания Росхата с Россией как государством и ее военнослужащими. Поэтому она заслуживает санкции так точно. И достаточно серьезных, скажем, и сильных плюс. Почему мы это делаем? Потому что это дополнительная прибыль для Российской Федерации. Это дополнительный рычаг влияния. То есть все, что есть у России, все, что она может поставлять на тех рынках, которые у нас существуют, это не просто бизнес. Да, как нам часто люди говорили, просто бизнес. Just business или business is usual. И так далее. Это вопрос политического влияния. То есть когда они газ продавали в Европу, они просто продавали газ и зарабатывали. С одной стороны, зарабатывали. С другой стороны, это был опять рычаг давления политического. На определенной стране он действовал. Тоже там в Германии. На ту же Венгрию сейчас он действует. Тоже касается и атомной энергетики. Россия одна из немногих стран, которая владеет технологией вот этого вот двойного, двойной технологией по обогащению. То есть они могут делать и обогащение Урана для военных нужд и для гражданских нужд. Ну, не так-то много стран, они, скажем так, владеют этой технологией. Поэтому она реализует достаточно много проектов в мире, в целом, Росатом, в разных странах. И использует это тоже как рычаговое влияние. Поэтому, безусловно, нам хотелось бы обрубить, сломать этот рычаг, с одной стороны, и обрубить возможность заработка для Российской Федерации. Требования Украины вести против Росатома санкции вызывают у союзников особую нервозность. Как вы думаете, почему? По моей информации, в 2017 году Европейская комиссия долго мучилась, там были дебаты, и уже после Крыма, 2017 год, дала разрешение на достройку вот этих энергоблоков, ядерных энергоблоков в Венгрии. Они понимали, что они зависимы, они понимали, что Россия захватывает территории. До этого уже была масса примеров, там, от Приднестровья, Абхазии, Крыма и так далее, по списку, вот, но все равно они разрешили. То есть были дискуссии, и после этих дискуссий, после этого формального разрешения, сейчас Украина будирует, ну, требует фактически от Европейского Союза отказаться от своего ранее принятого решения, понимаете? Мы загоняем их в угол, в ловушку, скажем так. Поэтому тут искать надо какие-то более умные ходы. Естественно, Россия, которая показала себя как безответственный международный партнер, которая угрожает миру уничтожением, она не может, и она отнесена к лагерю фактически авторитарных стран, да, которые противостоят демократическому лагерю, ну, не может страна авторитарная, которая в войне с демократическим лагерем строит на территории демократических стран высокотехнологичные и опасные, экологически опасные объекты, как ядерные блоки, не может. Потому что туда можно заложить все, что угодно и со временем взять и дистанционно этот блок подорвать просто, понимаете. Ну, мы же имеем примеры, когда самолеты там со всем правительством Польши, которые ремонтировались в России, а потом почему-то вдруг взрыв в воздухе и падают. Вот. Поэтому от России можно ждать всего чего угодно, любых спецопераций. Ну, надо хотя бы с этой точки, с точки зрения безопасности подойти и подумать. Ребята, вы строите блоки и технологии используете страны, с которой воюете фактически. Российская Федерация, она реализует порядка 12 проектов по всему миру, да. Это и Турция, это и Венгрия. Турция, скажем, это страна НАТО, это, скажем, страна, имеющая свои определенные взгляды на некоторые проблемы, да, с ней так как бы тяжело. Поэтому, конечно же, она будет много блокировать других решений, если она не сможет получить, скажем, выгодную замену тому, что может предоставить, скажем, Российская Федерация. Они реализуют проекты тоже в Египте, в Индии. Египет тоже важное, скажем, государство на африканском, скажем, континенте. И у них там связи с Российской Федерацией свои, и там с другими странами тоже. Вот. Поэтому, ну, для всего этого нужно, скажем, смотреть. Они в Латинской Америке тоже пытали, там, по-моему, тоже есть у них определенные, скажем, контракты, не знаю, на каком сейчас они стадии разработки. С другой стороны, есть уже очень хорошие примеры того, как можно диверсифицировать и отойти от поставок Российской Федерации. Это тоже Болгария. Болгария, как и Украина, подписала контракт с Хвостинхаус и отошла от сотрудничества с Российской Федерацией. Если я не ошибаюсь, то же самое сделала Чехия. И очень хороший пример – это Финляндия, которая отказалась выдавать лицензии на обслуживание, значит, там, реакторов и компаниям, которые тем или иным образом будут связаны с Росатом. А Росатом там с финскими компаниями, они, скажем, продвигали свой интерес для того, чтобы здесь вот участвовать. Поэтому болезненность введения санкций, она была связана с тем, что, с одной стороны, есть заинтересованность. А, ну смотрите, еще почему. Потому что Российская Федерация, это, там считается, в зависимости от потребностей в низкообогащенном вот этом вот уране, поставок как сырья, да, и самого топлива, она занимает долю рынка где-то 15 до 30%. Ну, то есть это достаточно существенное. Ну, представляете, если взять эти 15-30 рубануть, да, то это может быть, скажем, проблема. Но, повторюсь, сейчас пришло то время, когда уже подготовительный этап, он закончился. И здесь можно делать более жестко. Плюс мы тоже должны понимать, что это же окно возможностей для других компаний. Но для этого нужно было, скажем, перестроить и подготовиться к этому процессу. Я очень надеюсь, что этот подготовительный этап уже прошел, и можно будет дать очень существенный, скажем, удар по Российской Федерации продвижения. Даже Венгрия, она же, почему блокирует, потому что она зависима, плюс Россия пытается ее подкупать акциями, дисконтами разными и всем остальным. Но если предложить, скажем, вариант, даже пускай это будет детекционно с точки зрения поддержки Европейского Союза, я думаю, что Венгрия не откажутся от контракта с Вестерхаусом или еще с какой-то другой страны, которая может это взять. Но, опять же, мы должны понимать, что это все равно не просто почему, потому что это технологический момент. Ну, здесь не будет как по щелчку, вот так вот взяли и все уже там, мы подготовили, готовы там эти там твелы поставлять, берите там, обслуживать и все остальное. Здесь есть свои технологические моменты, которые предусматривают время. Время и оно достаточно может быть долгое. Кроме того, что раз Атом фактически финансирует путинскую войну против Украины, все же главная вина компании – это ее соучастие в преступлениях, которые российские военные совершают на захваченной Запорожской атомной электростанции. В каком состоянии сейчас Запорожская атомная электростанция? Станция уже давно электроэнергию не производит. Станция электроэнергию потребляет. Это, значит, сделано для того, чтобы дать городу какое-то тепло. То есть, ну, для отопления города используется совершенно ну, непроектная схема, ну, вот как бы смекалка привела к такой схеме. Грубо говоря, вот есть там шесть блоков, из них, я не знаю, два или три работают на теплофикацию города. То есть, включенные циркуляционные насосы, эти циркуляционные насосы гоняют по кругу воду, и благодаря этому эта вода нагревается. И вот это вот тепло там через, ну, собранную там тепловую схему уже передается там на теплотрассу, через которую теплотрассу как-то удается поддерживать хоть какую-то там минимальную температуру для того, чтобы не перемерзли коммуникации. Город находится с минимальным теплом. Вот. Это то, что делает атомная станция. Вот. Ну, в принципе, она находится в настолько безопасном состоянии, насколько таковое возможно назвать. Чем занимаются представители Росатома на захваченной Запорожской АЭС? Я боюсь, что что они там делают, не всем понятно им самим. Ну, с самого начала там была какая-то группа людей, которые точно не понимали, что они делают. Сейчас они там, ну, заявлено, что это эксплуатирующая организация теперь российская, атомная станция переходит под их контроль, и перед ними стоит задача сделать так, чтобы станция под их контроль действительно перешла. на мой взгляд, задача эта относится к разряду, ну, может быть, и решаемых с какими-то очень большими ограничениями, но суперсложных, которые требуют там ювелирного, ювелирной работы, во-первых. Во-вторых, оно, безусловно, требует опоры на украинский персонал, и, ну, это тонкая-тонкая задача, которая требует и техники, и психологии, и денег. Росатом стал инструментом Кремля. Вообще, все структуры в авторитарных странах, начиная от церкви, культуры, спорта, там, Росатома, Газпрома, это все инструментарии, которые диктатор может воспользоваться в любой момент в своих целях. Вот в данный момент они захватили Запорожскую станцию и угрожали, как бы, всему миру экологической катастрофой, да, для того, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров, чтобы мы прекратили наступление. Если не удалось, теперь они перебирают на себя управление с целью потом обеспечить вот этот юг, сухопутный коридор, который они захватили, и Крым, обеспечить электричеством. Потому что без этой станции, она самая большая в Европе, шесть энергоблоков, если я не ошибаюсь, у этой станции, и она может прекрасно обеспечить вот эти новые захваченные территории, территории электроэнергии. Если посмотреть, как действует Росатом, ну, они действуют, как, я не знаю, рикетиры в 90-х годах, пришли, заменили персонал или заставили там силой персонал принимать там паспорта российские, чтобы работаете переоформить эту станцию на себя. То есть украли фактически атомную станцию. Ну, явно солдаты воруют унитазы, а кто по более образованной ворует атомные станции. То есть, ну, логика одна и та же, и у тех, и у других. И те, и другие воры. А в чем сложность для Росатома взять ЗАЭС под полный контроль? Это непростой объект. И для того, чтобы она заработала, нужно определенное количество квалифицированных людей. Прислать этих такое количество, изъять из своих, для того, чтобы передать сюда. Ну, я вам скажу, это очень много людей надо привести для того, чтобы закрыть все функции, которые должны быть закрыты. То есть, даже если бы они, условно говоря, там набрали своего персонала на обеспечение эксплуатации, ну, то есть, чтобы блок запустил и следишь, как он работает, там отрабатываешь режимы, там остановил, пошел на перегрузку. Но это одна из множества задач. Есть такие задачи, как ремонт, там перегрузка, топлива, там анализы безопасности. Множество разных функций, выходящие за грани того, что вот просто оператор пришел, там сел за пульт, пустил блок и следит за его работой. Вот. Это большое количество персонала и насколько там мы поддерживаем связь с ребятами. Ну, есть, конечно, некоторые там коллаборационисты, которых там кого-то заставили, там кого-то через пыточную заставили подписать контракты. Немногие там сами подписали, но у них далеко не набирается сейчас пока что столько людей, сколько нужно, чтобы станция заработала. Второй момент, как бы, чтобы ее запустить, она же должна мало того, что работать, она еще должна какую-то видимость безопасности изображать. То есть, для этого же целая система построена. То есть, есть там украинский регулятор, который за этим следит. Если ты хочешь перевести его под юрисдикцию своего регулятора, ну, это совсем нетривиальная задача. То есть, грубо говоря, у нас там построены, там на атомной станции сидят инспекторы, у нас есть орган государственного регулирования, там контроля, циркулируют какие-то там, ну, правила. У нас похожие, правда, правила. Вот. Но выполняются определенные работы, которые нельзя, ну, нужно выполнить по определенным правилам. Не то, что там как в мастерской пошел, там заменил одну железяку на другую. Нет. Тут, ну, множество вещей, которые нужно соблюсти, проверить, подтвердить, после этого получить разрешение и после этого только, значит, выйти из ремонта и начать эксплуатацию, это сделать, ну, маловероятно, без согласия на то украинского регулятора. Путин же подписал указ, что, значит, они перехватывают Запорожскую АЭС и будут ее эксплуатировать, значит, по украинским правилам. А раз по украинским правилам, ну, это значит, что в том числе под эгидой, как бы, нашего регулятора. Как они это собираются делать, я не знаю. Ну, короче говоря, есть тысячи препятствий, по которым эксплуатация малосуществима, как по технической части, так и по части организационной. Ну, как вы понимаете, можно себе многое позволять, ну, они там и так себе позволили уже то, чего позволять нельзя, но все равно есть какие-то границы. Если они, допустим, там возьмут и пустят реактор, не имея ни малейших подтверждений тому, что это можно делать, ну, тут уж никакая МАГАТЭ, там никакие купленные чиновники им уже не помогут, потому что это, ну, с технической точки зрения это совершенно противоречит всем правилам, какие в мире есть. Вот. И они не настолько отвязаны, чтобы на такое пойти. Почему международные организации, отвечающие за безопасность, такие, например, как ОБСЕ или МАГАТЭ, реагируют на ситуацию, сложившуюся на ЗС, довольно нерешительно? Что с организациями, с этими международными? Ну, я сам работал в Европе, в Совете Европы, в нашем представительстве. Я вам скажу, что Россия проводила такую политику, она фактически покупала и секретариаты, и людей в секретариатах там, вербовала и так далее. То есть она там вела проактивную политику по формированию, скажем так, людей пророссийских, которые бы шли в фарватере российской политики. Поддерживали российские нарративы, поддерживали или блокировали там, например, украинские какие-то тезисы и так далее. И долгое время им это удавалось. И европейцы с удовольствием, так сказать, сотрудничали. Долгое время, например, в Совете Европы говорили, ой-ой-ой, нельзя выгонять Россию, вы что? У нас организация создавалась для диалога между Западом и Россией, и Совет Европы предназначен для диалога. А плюс к тому, Россия самый большой спонсор наш, это же надо сокращать будет секретариат, представляете, сколько должностей надо сократить в секретариате. Вот позиция была, это я вам изнутри информацию говорю, после того, как я общался. Нельзя вы что Россию выгонять? Вы же помните, сколько стоило усилий для того, чтобы Россия ушла с Совета Европы. Значит, ушла, потом побыла ее назад, вернули. Значит, давайте диалог все-таки продолжим с ней. Это уже после того, что была Грузия и обсуждалось в Совете Европы, что Россия напала. Там из Грузии сделали изгоя, что она спровоцировала это наступление. Из Украины хотели сделать такое же самое, но не получилось. Украина, как бы дипломатия тут работала получше. Было не спровоцировано, зафиксировано, что не спровоцированное нападение. Но все равно агрессор садится вместе с представителями Западной Европы и рассказывает о том, что жертва что-то там себя как-то неправильно вела. Понимаете? При этом продолжая боевые действия против того, на кого они напали. Поэтому россияне в спортивных комитетах, на международных площадках, в энергетической хартии я работал, везде заместители россияне стояли. В той же вот энергохартии, которая определяла там правила по транзиту того же газа российского по территориям транзитных государств и так далее. Там везде стояли заместители россияне, которые фактически рулили повседневной деятельностью этих организаций. Поэтому влияние России в европейских организациях было исключительно высокое до последнего момента, пока они не сорвали себя маски и не показали свое звериное лицо, понимаете? Свое нелюдское лицо. А до этого у них было огромное влияние. Они заливали все там деньгами, все что можно. Какими могут быть последствия в случае принятия санкций против Росатома? Если бы эти санкции были там приняты, они бы ударили не только там по большому количеству предприятий, так или иначе связанным с производственным циклом, связанным с атомной энергетикой. И с атомными станциями, с ядерным топливом, с утилизацией, с захоронением ядерного топлива, научно-исследовательская часть. Все производственные предприятия, которые производят оборудование, запчасти, услуги строительства, монтажа наладки. То есть это огромный народно-хозяйственный комплекс. Даже если это будут постепенные санкции, это все равно желтая карточка, потом будет красная карточка. Это сигнал, что Росатом – это компания, с которой не стоит сотрудничать. Росатом – это пособник терроризма, террористов, которые не гарантируют атомную безопасность, которые нарушают всевозможные правила, конвенции и так далее. И постепенно будут отказываться. То же самое, как происходит вот сейчас с нефтью, один в один. Смотрите, есть ли полная нефтегазовая эмбарго? Нет. Есть, скажем, эмбарго вроде как есть, но оно ограничено по толком цен. Но уже сейчас Россия тупо теряет рынки свои. Поскольку все прекрасно понимают, что в любой момент это все может либо слопнуться, либо это может быть действительно, скажем, эмбарго. И те компании, которые играют в долгую, им невыгодно сотрудничество с Российской Федерацией. То есть могут себе позволить те компании, которым выгоднее купить ту же сырую нефть по большому дисконту, переработать у себя на заводах и с огромной маржинальностью продать готовое топливо. Здесь тоже будет что-то похоже. То есть это будет сигнал того, что долгое сотрудничество обслуживает, даже если вы сейчас там в Венгрии думаете, что у нее там хороший там будет контракт, рано или поздно будут санкции против Росатома. И что вы тогда будете делать? Ну вам тогда никто не поможет. Ну вы же хотели, вы же видели эти риски, вы знали об этих рисках. Это будет совсем уже, скажем, такой вот другой подход. Итак, делаем выводы. Компания Росатом – это энергетический монстр, который финансово и политически подпитывает путинский режим. В связи с особой спецификой атомной энергетики, зависимости Европы от Росатома, пожалуй, даже больше, чем от Газпрома или Роснефти. Введение санкций против российского атомного гиганта укрепит энергетическую безопасность Европы и еще больше ограничит возможности России для ведения войны против Украины. Но главное – это добиться передачи Запорожской АЭС под контроль международных наблюдателей, освободить и вернуть всех специалистов станции и их родных и привлечь к ответственности всех причастных к этому варварству. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.